Используется нападающий вратарь. Нападающий, видев мяч инфокрасный, его просто ведет в ворота, как в обычном футболе. Роботы должны просто забить гол. И роботы могут так же, даже вратарь может так же забить гол. Это как бы не считается таким нарушением и так далее. Это различные правила. В робокапе есть линия аута. Если за нее робот отвечает полностью, то он уходит на минуту, чтобы у других, конечно, могло быть преимущество. И если робот там сломался он или как-то еще, то тоже можно забрать на минуту. Что касается нарушений правил, есть желтые и красные карточки? Нет. В робофутболе такого не практикуется. Почему выбрал направление именно роботов-футболистов? Ну, потому что я сам занимаюсь футболом, и мне это привычнее. И поэтому как бы робофутбол и просто футбол – это мое увлечение. Чем обычный футбол и робофутбол между собой похожи? Похоже. Ну, то, что такая же интрига, страсти и накалы происходят на поле. И очень много эмоций. Но это робот на уме колеса, который может двигаться абсолютно в любую сторону. На нем установлены два дачка. Сикер – это который определяет и звучание красного мяча, и компас, который направляет его в нужное направление, к воротам. Натуральный и реальный футболист. Не чувствуешь конкуренции со стороны роботов? Да нет. Да почему? Ну, конечно, не чувствую. Но там это как хобби, я думаю. Давно там ребята решают свои задачи, программы делают и создают роботов. Ну, я говорю, еще раз повторюсь, что главное, что ему нравилось. И приносило им это удовольствие, это занятие. Появилось желание поехать в магазин и купить себе лего и собрать своего футболиста. Появилось желание отвезти ребенка, чтобы он занимался этим. Во-первых, развивает, наверное, моторику рук. Ну, и мышление, наверное, детское. Это очень, ну, классное дело такое. В 16-м году мы были на вашей кубковой игре. Первый раз пришел на стадион, когда играли с ЦСКА. Вот этот безумный заряд, вот эти эмоции, когда Енисей порвал гранта российского футбола, это непередаваемо было. Красно-синий самый сильный.